Итак, друзья, я хочу вас познакомить с душой Таллина, с женщиной без комплексов, вечно молодой фотомоделью Викторией Донской. Видео, которое есть в Ютубе. Да, видео есть в Ютубе, вы сможете посмотреть и восхититься ее прекрасными формами, ее, так сказать, отсутствующими комплексами и красотой, конечно же. Виктория, какую роль в жизни играет красота в вашей жизни? И что такое красота? Ну, я очень ценю действительно внутреннюю красоту, это очень важно. Мне в людях более всего нравится обаяние. Вот есть и животные, и люди необычайно обаятельные. Я знала страшно обаятельного медвежонка, он просил милостыню в Питере. Значит, рядом шесть медвежат, никто не даст ничего. Ему, восятка его звали, несут все, все сходят с ума. Обаятельные медвежоны. Потом я одну кошечку знала, необычайно обаятельную. Вот так есть люди, где человек красивый, но он только отпугнет. Вот главное это обаяние, именно обаяние. Я не могу, вот именно обаяние, я очень ценю обаяние в людях. Красота, ну, конечно, она имеет значение какое-то. Но я не могу быть мужчиной, и не могу влечь в шкуру мужчины. Что для мужчины красота, и что она для него, какое имеет значение, не знаю. Ну, если вас, что я ценю в мужчину, да? Да, что вы цените в мужчину, скажите, пожалуйста. Так как я маленького роста, то обычно, однако не всегда, мне нравились мужчины высокого, нравились в прошлом. Мне нравились мужчины высокого роста, противоположность мне. Так, что я ценю в мужчине? Только рост оцените, и все? Не-не-не, не-не-не. Но не деньги, вы мне хотите это с меня вытащить. Значит, далее, мне очень нравятся молчаливые мужчины. Такие вот, какой-то медведь, вот где-то раньше на вечеринках все там... Значит, мне совершенно не нужно чувство юмора. Я смотрю абсолютно, какой-нибудь медведь сидит, молчит. Ну, медведь, мужчина-медведь. И вот мне нравится, мне нравится спокойствие. И вы чувствуете себя Машей рядом с ним, да? Нет. Ну, мне нравятся такие люди. Значит, мне нравится в мужчине именно спокойствие. Потом, ну, я хочу, чтобы он был ласковый, добрый, ну, спокойный со мной, со всеми остальными, как угодно может человек быть, каким угодно. Ну, ну, честно, это, само собой, надежно, но это, само собой, ну, этого достаточно. Ну, а сексуальным он должен быть? Максим, я уже, к сожалению, ну, наверное, должен, конечно. А что такое сексуальный? Ну, вот расскажите нам, я думаю, вы знаете в этом толк. Ну, вы меня там хотите вообще опозорить. Ну, ну, как сказать? Это может быть. Я, наверное, здесь немножко не вот мои сексуальные фантазии, вот я читаю о чужих сексуальных фантазиях, а мои сексуальные фантазии раньше были. Они как-то, как бы сказать, такие, что все я, я, как бы, понимаете? То есть на себя обращены ваши фантазии сексуальные? Да, вот именно на себя, на себя, в смысле, чтобы именно что-то не, не то, что там, говорят, какой-то мяч на стадионе я читала, а именно восхищается мною, любит меня, понимаете? И там всякие такие мелочи. Ну, это все фантазии, потому что в жизни, увы, ну, сексуальные, я иногда, я честно не понимаю, что люди вкладывают в это слово. Потому что есть такой медведь, и он и одет плохо, и вообще ведет себя как-то так, а он очень, ну, в смысле, физически сексуально силен. Так вот я не понимаю, другой же там балагурит, орет, кричит, и, я не знаю, чувство юмора и душа компании, а сексуально он ноль. Поэтому я никак не понимаю, что люди вкладывают в слово сексуальный. Моя точка зрения, что это все, а я о молодости говорю, не сейчас. Вот мне кажется, если мужчина не говорит о сексе, если он вообще на эту тему молчит, очень скромно себя ведет, то он очень, очень значительен в сексе тогда. И мне когда-то нравился один парень, кстати, питерский, и женщины по нему сходили с ума. Его звали Сережа. Я как-то спросила, говорю, Сережа, ты нравишься женщинам? Он покраснел весь, просто покраснел, так замолчал, а я знала, что лежали штабелями. А другой никому не нравится, она как кричит, что нравится всем, и все по нему сходят с ума. Поэтому это слово сексуальный, оно настолько даже может быть непонятно. И слова такие говорят, он сексуальный. Что имеется в виду? Внешний вид. Я так иногда думаю, он так сексуально одет. Ну а сексуального ноль может быть, если брать конечные результаты, я не знаю. И поэтому я до сих пор не могу понять, когда спрашивают о сексуальности, что имеют в виду. Какие еще вопросы? Ну, про Тайлин, какие здесь люди, обаятельные, сексуальные живут? Вот вы такая яркая, по-моему, ну вы единственная тут такая, я больше не видел. Нет. Вам тут не одиноко? Нет, нет. Знаете, нет, мне одиноко именно в моей, среди людей моего возраста. Мне одиноко, действительно. Но в Таллине огромное количество безумно красивых девушек. Как эстонок, так и русских. Элегантно одетых, одетых как-то с изюминкой. Одетых артистично, с чудесными муашками. Очень много красивых. Вот Макдональд, я об этом уже говорила в своем моменте, я его еще не выставила, но снимала. В Макдональд, он работает до 4, в пятницу, в субботу, в воскресенье, кажется, до часу. И вот там собиралось очень много американских мужчин. От 25 до 35, все красавцы. И там такое обилие девушек было очаровательных. Ну, я эстетка вообще в душе. Я так думаю, что я эстетка. Я восхищалась. Не могу сказать о мужчинах. Они, наверное, есть, но я как-то не вижу. Но девочки очень многие. Просто потрясающе. Но вы, безусловно, эстетка, вот такая нарядная и вся фиолетовая. Почему фиолетовый цвет, а не красный, например? Значит так, Максим, я одеваюсь не только фиолетовые цвета, конечно. Есть и другие какие-то варианты. Ну, я не знаю, но... Я не знаю почему, но сиреневый цвет, он... Как-то... Меня душа трепещет. И я, когда вижу сиреневый, я как-то вот что-то здесь вибрирует. Это мой любимый цвет с детства. Не знаю почему. Даже не могу объяснить. Но я обожаю этот цвет. Ну, еще, может быть, бордовый, но это связано с пионами. Любимыми цветами моей покойной бабушки. Она была арестиклентной. Дедушка был очень благородный человек, но как оконченный племей. Она его не любила. Она так как-то с пренебрежением к нему относилась. Голубая косточка. Дедушка был чудесный человек. У бабушки любила цветы. Значит, такие люди в Таллине, да? Да. Про еще вот, про люди. Вот все-таки таких мало. Вот открытых, ярких, без комплексов. Вы знаете, вы хотите спросить об эстонцах или о русских? А есть разница? Да. Ну, давайте, о тех и о других. И в чем разница? Ну, эстонцы более выдержанные, более в себе. А русские не в себе. Немножко не в себе. Они более открытые. Русские. Ну, я сейчас, молодежь не сходит до общения со мной. Поэтому мне трудно судить о современной молодежи. Откуда я знаю о них что-то? Что я знаю? Ну, я вижу много красивых. У нас вот это вот получили туристы. Ну, наши местные девочки красивые. Красивые, модные. Эстонки очень красивые. В эстонках стоилось очень много кровей. Немецкая, русская в эстонских девушках. Может, даже шведская когда-то. И поэтому они получились очень красивые, молодые. Уже как только лет сорок, все. Все уже некрасивые? Да. А что случается? Почему такое происходит? Почему бабочка превращается в гусеницу в сорок лет? Ну, так мне кажется, понимаете. Есть, конечно, и в сорок лет интересные эстонские женщины. Ну, возьмем пятьдесят. Вот, нет, возьмем даже шестьдесят. Вот раньше, когда у них было пристрастие к бежевым и коричневым цветам. Вот она обязательно в бежевом пальто, в коричневых туфлях, или шляпка на ней коричневая. Ну, согласитесь, что это несколько как-то надоедало. Это вот надо быть коричневым и бежевым. Как бы классика жанра. Да. Ну, эстонцы, что о них можно сказать? Огромное чувство самосохранения. И мне это у них нравится очень. Очень нравится. Это народ, который хочет сохранить себя, даже не понимая, что он хочет себя сохранить. Что вот и все вот это поведение, и политика сохранить. Они же очень малочисленные. Всего сейчас, наверное, девятьсот тысяч, если не брать русских. Вот они как-то огромное чувство гордости, национальное тоже, мне это нравится. Чувство сохранения, самосохранения, мне тоже очень нравится. Кроме того, талантливый народ, поет очень хорошо. Очень любят прикладное искусство. Это тоже вот именно прикладное, украшают. Искусство прикладывается, да? Многое время, смотря на чему. Окей. Ну, мне нравится. А русские здесь какие? Русские? Ну, разные, конечно, русские, само собой. Есть русские, которые правительстве сидят в Риге-Кугу. Риге-Кугу это как дума в России. А есть русские простые люди. Ну, вот тут одна девушка... Которые тоже сидят. К сожалению. Давайте о Грузии вам не говорить. Девушка одна приезжала с России, и она сказала, что... Ну, кто-то тут приезжал и выступил, что русские неинтересные, что они очень нехорошо одеты, что они скучные, что они неинтересные. Ну, глядя на вас, так не скажешь. Вы ломаете все стереотипы о русских. Спасибо. Я сто процента русская. А потом приехала другая, какая-то телеведущая, и она сказала, что ей очень понравились русские. И это подонки армии Евгенича. Вот здесь она ошибается. Ошибается глубоко, потому что, когда Евгенич сюда отступал, я не так сильна и не так образована в этой истории, но когда армия Евгенича отошла, здесь начался такой брюшной киф, такие болезни, и многие из них просто вымерли. Практически вся армия погибла. А немецкие, немецкие бароны тоже в 1939-м уехали в Германию. А местные русские, это люди, которые приезжали по таким вот целенаправленным потокам, и направляли сюда работать. Многие были из деревень, были и специалисты хорошие, моряки были, военные, врачи, после войны свирепцевал туберкулез, они спасали. Ну, неплохие тоже русские люди, ну, я не знаю. Сейчас уже часто, раньше был тип эстонца и тип русского. Сейчас уже даже часто не определишь, вот ко мне иногда подходят и спрашивают что-то по-эстонски, значит, они меня принимают за эстонку. А раньше четко, вот ты эстонец, ты русский. Такой тип был, эстонец-мужчина, блондин обычно был. Ну, и сейчас есть такие типы, что ты практически никогда не скажешь на него, что он русский. Вот я знаю такого мальчика, допустим, стопроцентный эстонец. А вот конфликт между эстонцами и русскими, есть здесь? Он ощущается? Вы имеете в виду бронзовые солдаты или вообще? Ну, вообще. Вот чувствуется, что общество разделено. Ну, разделено, во-первых, сейчас молодежь хорошо говорит по-эстонски. Разделены были языком, во-первых. Ну, кроме того, вот эта обида эстонцев, когда их выселяли, там, в каком году? В 41-м, в 46-м. Они очень обижены, обижены до сих пор. Да, есть, конечно. Ну, это вот языком, вот там община эстонская в своем языке, со своим языком, в своем кругу сидит. Вот русская община. Так что, прямо вот они протаются, я бы сказала, этого нет. Прямо ой-ой. Ну, есть, конечно, люди, которые любят друг друга, эстонец любят русскую, русская любит эстонца. Ведь в людей нет национальности, правильно? Правильно. Ну, чтобы это было массово, так вот, да, отделены одна община, от другой, да, отделены. Ну, я бы не сказала, что есть какое-то на сегодня какое-то неприятие или какие-то ссоры крупные. Я думаю, нет. А политики эстонские вам нравятся? И политика вообще? Что вы конкретно имеете в виду? Ну, в принципе, вот как управляется страна? Ну, Максим, вы сами понимаете, что Эстония очень маленькая страна, очень маленькая страна. И поэтому она не может быть очень самостоятельной в политике большой. Но это же естественно. Ну, именно управление такое чисто, как бы, коммунальное. Такое вот. Да, мне кажется, неплохо управляется. ЖКХ. ЖКХ. Да, я думаю, хорошо управляется. Ну... Страна ЖКХ. Ну, да, ну, что построить, что выделить, что... Мне только вот не нравится вот это граффити. Все исписано и почему-то не реагируют. Памятники в старин и в старом городе исписаны граффити. Вот это мне не нравится. Почему-то этому не уделяют внимания. Так, ну, у нас сейчас молодой премьер Юрий Ратас. У нас Эстонка, сколько или нет, 44, что ли, кажется. У нас сейчас президент, женщина Эстонка. Ну, внешний вид приятный и у него приятный. Ну, потом там Кор был, Михаил очень приятный. Ну, его, правда, что-то уволили. А как вы относитесь к гей-параду, например? Вот был тут такие яркие люди были, любовь? Ну, конечно, я видела гей-парады. Я была в Амсердаме, видела вообще геев. И в кофе гейские заходила. Как я отношусь к геям, да? Это моя точка гея. Или с миянком. Ой. Честно вам сказать. Как-то женщины не являются, как-то выразиться. Ну, мне гораздо больше нравится... Не относитесь? Нет. Мне гораздо больше нравятся мужчины в жизни. Ей. Нет, вообще мужчины. Мужчины мне нравятся... Я верю в мужскую дружбу, не верю в женскую. Я считаю, мужчины гораздо благороднее женщин. Это точно. Тысячу раз. Вот смотрите, мужчины часто женятся на женщинах с детьми. Очень часто. И редко, чтобы женщина выходила на двоих-троих детей. Это же, ой, она вышла за него замуж, у него двое детей. Выходят, но не так. Мужчина, он открыт, он бескорыстен, особенно, когда он любил. Ну, раньше были. Я считаю, там все говорят женщины. Я считаю, более благородные существа мужчины. А геи? Ну, конечно, я не из тех людей, которые будут камень бросать в геи или что-то. Вы не бросите камень, потому что не поднимите или потому что вы толерантный человек. Я бы не сказала, что я такой толерантный, но камень я никогда не брошу. Потому что, знаете, у меня есть даже и своя теория. Вот геи пассивы. Почему этого так много сейчас получается? К сожалению, в советское время женщины были страшно распущены. Мужчина должен был отдавать зарплату всю женщине. Если он разводится, он не имел доступа к ребенку. Ведь было же такое. Потом главное считалось в секте это женщина, чтобы она была удовлетворена. Мужчина где-то как-то на задвор так был. Ну, согласитесь, у него многие, многие вышли, значит, одна неудача женщин, она его облаяла бестактно. Вторая, вторая неудача. И он тогда становится вынужден стать пассивом. Понимаете, мне так кажется. И это трагедия. Я не считаю, что у них все хорошо. Если они богатые, то еще туда-сюда. А если он беден, где же активом на всех наберешься. Ну, не знаю, мне кажется, это не такое счастье, как многие думают. Иногда это большая трагедия мужчины. Ну, я о женщинах не хочу поговорить. Не те существа, которые меня привлекают. Так уж. Ну, геям. Что мне не нравится в гей-параде? Я вот, мне не нравится афиширование. Зачем это? Тогда я, давайте, буду афишировать свои болезни какие-то, буду орать, кричать, что у меня там на сексуальной почве что-то не так. Кому это надо? Скажут, что ты там старая вешалка, что ты говоришь о каких-то своих проблемах сексуальных. Кому ты нужна? Ну, в принципе, вы бы могли так вот, собрав еще таких же единомышленников. Ну, да. Геи-парады мне не нравятся. Геям я отношусь нормально. И даже, может быть... А в больницах об этом и говорят, кстати, в очереди. То есть, такой парад, по-русски. Я даже любила. Твои геи, да. Вау. Да. Да. Но, я думаю, безответная. Нет. Не так, что любила, но увлекалась. Ну, как значит безответная. И чем закончилась-то? Нет, даже один хотел один. Самый первый. Это еще советское время. Он вообще, он познакомился со мной, повинился. Сказал, что он... Я еще ребенок была, почти мне 18 лет была. Он сказал, что он был в этой ужасной организации. Порвал с ней. Что это грязь, грязь, еще раз грязь. Какой организации? В компарте? Нет. В голубой организации. А, в голубой. И что он хочет со всем этим порвать, сделал мне предложение. Ну, как-то душа особо не лишала. Он был богатый человек, официально богатый. По советским понятиям у него был даже Мерседес. Законный. Ого. И Мерседес подарил, нет? Мерседес у него был официальный, законный. А, ну что значит законный? То есть, он в советское время и художники зарабатывали, и композиторы, и пиксы, они зарабатывали большие деньги. Но он не приемл, он был техналь. Нет, ну он сделал мне предложение. Ну, душа не лежала. Ооо. Не лежала. Не лежала. То есть, вы были такой романтичный. Он мне сам сказал, вот, мне что понравилось, честно и прямо, он сказал, я был голубым. Но это, как он сказал, такая грязь, такая грязь, я совсем попал. Не хочу. Не хочу и все. Ну, я как-то не смогла, как-то второй вариант. У вас, наверное, много было поклонников, да? Да, черт, он знает. Не знаю. Не хочу быть нескромной. Не считали? Не считала. Или сбились со счета? Сбились со счета. А потом, второй и второй вариант. Тоже на мне хотел жениться, но он никогда не сказал, что он голубой. Это мои подозрения. У нас не было никогда никакого антима, ничего. Я жалею, что я не вышла за него, за мужчину. К сожалению, он умер. А как ваша жизнь сложилась? Вы же были замужем? Ну, конечно. Но неудача сложилась. К сожалению. А сколько раз вы были замужем? Ну, Максим, давайте не будем оброзны. Хорошо, Филе. Ну, дай бог, чтобы не последний, да? Дай бог. Нет, хотелось бы, конечно. Я бы счастлива, что-то. Я не в твою жизнь. Что он... Наверное, на меня кто-то обратит внимание в уши. Ну, все, мы вас покажем. Я думаю, вас многие увидят и обратят внимание. Мужчины, не теряйтесь. А второе, это я предполагала, что он геет. Я предполагала. Я явновала внутренне ужасно. Вот. Я думала, что он геет. Я так думала. Но я думала, почему? Потому что, я так считала, у него были неудачи женщины. Мне так казалось. У меня подтверждения не было. Потому что у нас были такие чисто протонические отношения. И что он, значит, ударился в это. Вынужденно. Я вот считаю, что... Ведь как вот, я часто слышу, бой, он, никуда не водим. Ну, как вот можно такое говорить мужчине? Ну, ни в коем случае. Не, ну, женщина. Не в коем случае. Еще она понимает... Женщины мотайте на ус. Нет, она иногда говорит гадости к своему мужу для того, чтобы на него другие не помстились. Конечно, я понимаю. Но я даже вот видела такую сцену дамы. Вышла недавно замуж. И первая молодость. Сидит этот очень интересный мужчина, моряк. Не первая молодость и ночью. Она говорит, никуда не водим по стене. Ну, каким может быть мужчин? Кошмар. И в советское время этих несчастных мужчин поливали как только могли. Он не водит. Уезжали. И до сих пор уезжают. И, наверное, до сих пор. Думаете, да? Женщины такую коронную, типа, так... Нет, нет, Максим, женщина должна быть очень деликатной. Абсолютно нет. Это мужчина, он же не машина. Он не обязан. Он не может, может... Он не какой-то автомат. Это же душа. И причем душа мужчины, мне кажется, и боится, может. И боится скандалиться. И не уверен в себе. И отказа боится. И отказа боится. Тут какая-то бабища. А, ты никуда не ходишь. И все. И человекодрама, человек пропал. Да. Может, потом идет гея. Психотравма. Парад мне не нравится. Не, ну я еще принимаю гея. Вот эти все три, о которых я говорила. Внешне, они, ну нигде. Обыкновенные мужчины, классические, постриженные. Понимаете. Третий, тоже, может, он даже не был геем, черт. Вы знаете. Я не знаю. Может, он сказал гей для меня, чтобы я не влюблялась в него. Ну, не знаю. Потому что он моложе уже меня был. Даже не знаю. Ну, я честно скажу, я люблю мужчин. В таком смысле, морально. Не то, что я там вешаю, если у кого-то. Ну, считаю, лучшие половины человечественные. Я серьезно. Виктория, спасибо вам огромное за это интервью. Было очень интересно. Мы с Викторией познакомились тут во время прогулки в старом городе в Тайлинне. И вот сделали такое вот интересное интервью. Максим, вам тоже огромное спасибо. Ну, вы посмотрите мои видео? Конечно, мы уже посмотрели. Уже очень понравилось. Счастливо вам. До новых встреч и всяческих успехов. Спасибо, Максим. Я вам не знаю, что вы обращались. Украшение Таллина. Виктория Донская. Вы серьезно вы думаете. Ну, не льстите, Максим. Не, ну, это мне, конечно, приятно слышать безумно. Ну, хорошо, тогда все. Давайте вашу лапку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...